Итак, дорогие друзья, сегодня вот этот вот ролик, это уже чисто рекламный ролик по семинару Олега Гребенюка «Путешествие в себя. Базовый курс по практическому гипнозу». Я расскажу немножко о программе, потому что, так как я заказывала эту программу, я что-то предполагала, что будет делать тренер. И это я сейчас оглашу на широкую аудиторию. Если кому-то интересно, слушайте, неинтересно, выключайте. Итак, в программе по «Путешествию в себя» будет обязательно исследование, что же такое гипноз, чем это отличается от тех стандартных представлений, которые есть. Мы будем изучать обязательно 9 состояний погружения по каткову. Обязательно зафиксируем и будем на выходе после курса знать эти состояния досконально. Для того, чтобы мы могли фиксировать внешне, внешне глазами, в каком состоянии находится тот, кого мы ведем. Гипнотик, да? Мы разберем внушения, как они строятся, какие виды бывают, как разделять внушения по каналам, как воздействовать через внушения и каким образом их применять на результат. Мы научимся составлять рапорт. Причем рапорт мы научимся составлять под все виды гипноза, которые существуют, для того, чтобы он у вас стек. А это значит, мы научимся входить в информационный поток, когда вы можете просто поставить себе задачу. Вот мне надо такую-то задачу с клиентом решить. И дальше вы подключаетесь, и рапорт у вас есть. Вам не надо ничего заучивать наизусть. Мы разберем, как работает механизм веры и совести в подсознании человека, и как это влияет на жизнь, на здоровье человека. Мы отработаем тесты на гипнабельность, разные виды. И дальше пойдет техническая база по гипнозу. Отдельно будет техническая база по эриксеновскому гипнозу, по цыганскому гипнозу. Мы возьмем техники эстрадного гипноза, мы возьмем уличный гипноз, мы возьмем медицинский гипноз, и мы возьмем гипноз в экстрасенсорике. То есть, по сути дела, еще церковный гипноз и самогипноз, это вот если уже вообще полный цикл, это все будет на семинаре. Причем в медицинский гипноз мы включим уже все, что касается кодирования. Все техники обязательно кодирования от алкоголизма, табакокурения, лишнего веса, заикания, коррекции зрения, обезболивания. И общие принципы гипнотерапии, моделирования, текста, внушения от любого заболевания и под выстраивание целей клиента, это мы все научимся делать. То есть, вот смотрите, программа настолько комплексна, что мы даем человеку глубинное понимание, как это все работает. И если вы вдруг видите, что у вас здесь не хватает слова или чего-то, вы можете это доделать сами на выходе. То есть, цель вот такого глубинного захода со всех сторон гипнозу, для того, чтобы у человека включился мозг, и он понял, это работает вот так, и тогда я могу это использовать так, так, так. Значит, я еду не только по прямой, я могу направо, налево, объехать, как угодно, да. То есть, мы даем инструментальную базу, очень широкую, которая будет прямо там отрабатываться. И отрабатываться на ком? На себе, дорогие мои, на себе. Почему на себе? Потому что при этом мы будем раскачиваться. Раскачиваться трансово. Не все люди имеют хороший трансовый опыт. Самнамбулов сейчас, я очень рада, в моей жизни, вот я встречаю, где-то процентов 50, как минимум, людей уже относятся к самнамбулическому типу, но это прекрасная связь с информационным полем, с собой, это умение слышать себя, с одной стороны, с другой стороны, есть еще 50%, которые деревянные, которых надо раскачать, чтобы они научились себя слышать и работать с этими состояниями. Поэтому в процессе курса эта раскачка будет осуществляться. Гипноз в экстрасенсорике. Мы будем рассматривать, как его применять. На успех, финансовую стабильность, изобилие, на снятие порчи с глаза, обета безбрачия, очистка помещений, черно-белая магия, все популярные направления в экстрасенсорике. Для чего? Для того, чтобы выйдя с курса, вы не сказали, о, а я тут видела самого крутого мага, она самая лучшая, а все, что я сейчас проходила, пролетело мимо. Кстати, вот на семинарах у нас уже такое было, когда вот человеку рассказывают, вот полностью модель работы мага, и в это время приходит маг, и человек вот ровненько идет и наступает на те грабли, как будто он вообще не сидел и ничего не слышал. Вот эти вот вещи, задача их убрать, чтобы в дальнейшем мы могли различать. Вот этот человек работает в таком варианте, вот этот в таком. Почему это важно? Потому что в экстрасенсорике мы будем сталкиваться с гипнозом вообще везде. Мы в жизни с ним везде сталкиваемся. И мы должны уметь различать, сейчас я буду рвать паттерн человеку, либо же сейчас я попадаю под его влияние и внушение. Но тогда, когда я попадаю, как их с меня самостоятельно убрать, чтобы я остался в адеквате. Опять-таки мы рассмотрим гипноз в религиях, мы посмотрим, как ведется работа по каналам восприятия. Чем интересен религиозная религия с точки зрения гипноза? Здесь рассматриваются техники массового гипноза. И массовый гипноз, он очень интересен, потому что через него мы выходим к работе триединого мозга, потому что у нас очень много в массовых психотехниках завязаны на инстинктивной реакции человека. То есть те вещи, которые человек вообще ни при каких обстоятельствах не осознает. То есть у него даже мысли не возникают на сей счет. Но он при этом вот так реагирует, понимаете? А это используется. И это надо научиться различать в ком? В себе же. И опять-таки мы рассмотрим основные принципы, на чем создаются секты, потому что они вот на рептильном мозге и создаются. Мы рассмотрим самогипноз, то, что мы можем делать сами, чему научимся. Мы рассмотрим, как создается картина мира в подсознании, программное обеспечение, что такое сомнамбулизм, самопрограммирование, как менять личностные качества у себя же. Вот не устраивает, что у меня вот я такая и вышла из трамвая, да? Вот эту из трамвая надо убрать, чтобы выходить из, там, их шестого. Вот эти вот все вещи, они находятся в человеке, и человек, видя и осознавая самого себя, должен уметь их корректировать. Вот это тоже задача вот данной конкретной программы. Мы рассмотрим доступы к энергоинформационному полю, так, чтобы каждый прочувствовал на себе, как, когда, как это работает, да? Чтобы вы в жизни это могли использовать. Опять-таки, мы рассмотрим, как подходить к психосоматическим проблемам, как подходить к травмирующим ситуациям, к травмам, да? Мы рассмотрим основные коучинговые схемы, как находить травму и вторичную выгоду. Чем интересны эти коучинговые схемы? Скажу сразу. Я-то много уже курсов прошла в своей жизни. Например, экстрасенсорные курсы, тот же ТТ-хилинг или РПТ или еще. То есть, как будто там предполагается, что пришел человек, который вот вообще уже все это знает, это само собой разумеющееся. И эти коучинговые схемы, как таковые, не даются. А за ними надо идти отдельно там на семинары, которые их там раскрутят. И получается, я говорю, слон разделен на клетки. На клетки, которые вот собрать, чтобы слона надо реально очень много времени и очень много денег. Чтобы более-менее собрать слона, вот то, что я сейчас имею, мне понадобилось 10 лет, будучи организатором, проходя по 3-4 семинара ежемесячно. Да? Круто, да? Причем у самых ведущих специалистов, которые вообще есть на этом рынке. Кроме того, мы рассмотрим варианты отработки травмирующих моментов в психике. Как перепрописывать травмы в человеке, начиная от замены картин мира, почему это не всегда бывает эффективно, до работы с ресурсом, который находится под травмой. Смотрите, уже начинается магия. Потому что, когда мы уже будем работать с ресурсом, мы будем учиться, как его встроить в наш момент, здесь и сейчас. И как изменить картину мира, исходя из того, что мы берем нормальный такой энергетический ресурс из-под травмы. А травма может быть родовой. Там сокрыто энное количество поколений, и там энергии вообще до хрена. Вот с этой энергией мы тоже будем учиться работать. Мы будем учиться, как выбивать блоки из тела через эту энергию, и вообще, как отрабатывать блоки из тела, и как через блоки из тела доходить до вторичных выгод, травм, и опять-таки в обратную сторону. Как это все затирать. Мы будем работать, рассмотрим дыхательные техники в гипнотерапии, их влияние и роль. И мы рассмотрим отдельно перинатальный период в жизни каждого человека. То есть все, что касается информационных меток, мы тоже, то есть эпигенетики, мы тоже это все включили. Кроме того, отдельным блоком будет мысленный гипноз. Мысленный гипноз важен для кого? Он важен для деловых переговоров, для бизнеса. Ну, чаще всего мы там общаемся, то есть в прямом общении. Все, что надо передавать, какую информацию и как передавать, мы рассмотрим, начиная от речевых заблуждений, которые прописаны в НЛП, которые люди используют как двойные, тройные, спирали, и все об этом знают и готовы посылать уже того, кто этот тип речи использует, и примитивные манипуляции. Мы рассмотрим, как грамотно ведется беседа с человеком, какую роль занимает искренность, и какую роль занимает действительно вставка внушения вместе с искренностью, с искренним желанием реализовать что-то. То есть у нас техники будут такие, достаточно глубинные, там, где манипуляция заменяется на искренность, и ментальный гипноз мы здесь тоже будем рассматривать. Мы рассмотрим НЛП и подстройки, вот это все, чтобы вы знали то, что есть, чтобы вы могли различать, когда на вас идет воздействие. Кроме того, в планы семинара входят в один из дней окунуться в путешествие в себя, чтобы вы различали астрал, ментал, сновидение, чтобы вы различали тонкие миры, и как вы могли понимать, как мы их создаем, и как мы с ними взаимодействуем, и когда, как у нас меняется энергетика, и как себя вести для того, чтобы не бояться, что тебя там кто-то съест, или кто-то воспользуется твоим телом. Мы опять-таки рассмотрим контакты и ченнелинг. Это наша фишка, с которой мы сейчас работаем в экспериментах, наработан опыт, то, что вы видите на видео, вы видите очень малую часть, но там, где будет курс, и будут непосредственно участники этого всего, вы сможете это все узнать изнутри. Будет еще пункт использования синтеза техник в психологических консультациях и других психонаправлениях. Это уже пошла более специальная такая штука, как и кодирование. Видите, как специальная, экстрасенсорная, перемешана специально, специально, чтобы убрать у человека вот это. Я психолог. Ты все, ты уже ограничен психологом. Ты уже маску одел. Убери эту субличность свою. И ты тогда сможешь быть большим человеком, который может применять любые техники, который позволяет себе применять. Хочешь экстрасенсорную технику, хочешь не экстрасенсорную. И людей, которые действительно профессиональны, я не видела, чтобы он одел халат и говорил, я психотерапевт-доктор, и я вот по-другому не буду себя вести. Если я вижу такого человека, я понимаю, ну, ограничен человек, ну, что с ним возьмешь? Надо искать другого специалиста для сотрудничества. Кроме того, мы будем рассматривать связь памяти, творческого мышления и развитие экстрасенсорной чувствительности. Смотрите, вот все, что мы до этого говорили, наш трансовый опыт, наша раскачка, это наша экстрасенсорная чувствительность. Это все завязано в один клубок. Мы во внутреннем мире пытаемся расставить все книжечки по полочкам, все кнопочки найти, которыми будем пользоваться. А их там огромное количество. Вот. Мы рассмотрим, как важен гипноз для раскрытия творческого потенциала. И в последний день, дело в том, что, смотрите, пройдя вот такой блок в интенсиве, человек приходит с улицы, человек никогда этим не занимался, и человека может просто подорвать. Кого-то, когда человека подрывает, у кого-то начинает конфликт с собой рождаться, он говорит, ерунда, не могу это принять, это все фигня. Кто-то начинает применять резкие решения, там, бросать работу, впадать в какие-то неадекватные истерии. Так вот, чтобы этого не случилось, чтобы все остались в конце нормальные, но чтобы их восприятие было подвижно, и они в дальнейшем могли играть. Здесь же мы двигаем точку сборки, да, чтобы они могли играть с любого положения восприятия. Вот личные проблемы человека, которые зафонят в конце, будут сняты Олегом Гребенеком индивидуально. Группа предполагается небольшая, в небольших группах будет индивидуальная проработка. То есть в процессе последнего дня вы сможете тренироваться друг на друге, и параллельно Олег будет помогать вам пройти вот этот вот кусок по решению личных проблем. Страхов, фобии, зависимости, бессонницы, навязчивости, расстройства пищевого поведения, вредные привычки, депрессии, психосоматические заболевания. Те программы, которые у вас зафонили за время курса. В конце вы уйдете абсолютно стабильным, нормальным, сможете применять вот эти знания в профессиональной деятельности, сможете применять вот эти знания для личного пользования, сможете применять их в спорте, сможете применять их для развития творческого потенциала, для чего захотите, для того и сможете применять. А самое главное, что у вас будет та база, которая поможет вам создавать самому любые техники. То есть, когда в следующий раз вы будете видеть рекламу, что вас учат каким-то техникам, вот туда уже можно будет не ходить. Останется только один блок, который после этого курса будет важен и интересен в дальнейшем. Это все, что касается личного проживания и отлаживания внутреннего механизма чувствования. Вот этот блок, он останется незавершенным, потому что на его, во-первых, это бесконечное во времени процесс самопознания, а во-вторых, на вот эти трансформационные вещи требуется время. Вот как-то так. Если вам интересно, звоните. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья. Если вы посмотрите программу, я думаю, что вы поймете, что получить в одном месте столько знаний, я не вижу других предложений на данный момент на рынке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok